Всем привет! С вами Краткая История. Как и обещали, сегодня мы расскажем вам о Тайване, острове, который Китай считает своей частью, а многие жители Тайваня — отдельным государством. Как это получилось и почему? Но прежде чем мы ответим на эти и другие вопросы, не забудь подписаться на наш канал и активировать колокольчик. А теперь, присаживайся поудобнее, мы начинаем! Тайване Площадь Тайваня чуть больше 36 тысяч квадратных километров. Для примера, это чуть больше Крыма, хотя проживает там 23 миллиона человек. Ну а главное, на Тайване производится около 40% мировых полупроводниковых микросхем, без которых нет компьютеров, нет современной бытовой техники и автомобилей, нет спутников в космосе, нет телекоммуникаций, включая мобильную связь и интернет, нет современных систем вооружений — от самолетов и до ракет. Достаточно долгое время Китай не был заинтересован в Тайване. Первая военная экспедиция китайцев на Тайвань датирована 230-м годом. При этом ранние китайские тексты содержат упоминания о Диком острове, который лучше бы оставить в покое. И жить, трепетно восторгаясь всей душой великой тайны бытия. Отношения между Китаем и Тайванем были беспорядочными до начала 1400-х годов. Тогда лодки с разочарованными политической нестабильностью мигрантами из китайской провинции Фудзянь начали прибывать на тайваньское побережье. Поселенцы увидели две группы аборигенов. Одни строили дома на плодородных почвах Центрального и Юго-Западного Тайваня. Другие вели полукочевой образ жизни, перемещаясь вдоль Центрального горного хребта. На протяжении следующего столетия эмиграция из Фудзянь росла, так что сегодняшнее население Тайваня в большинстве — потомки китайских беженцев и местных жителей. В 1544 году остров Тайвань обнаружил португальский флот. Остров так понравился иноземцам, что они назвали его Формоза — «Прекрасный остров». А чуть позже голландцы основали на острове Пенху в тайваньском проливе торговую базу. В это же время китайский двор династии Мин тоже обратил внимание на «Прекрасный остров». Правительство послало войска в Пенху и выбило голландцев. Те смогли вернуться только в 1622 году. Именно голландцы проложили торговый путь между Батавией, Магуном, Китаем и Японией. Очень скоро торговый оборот голландцев на Тайване значительно вырос, что не понравилось Мин. В 1623 году китайские войска вновь атаковали голландцев, которые сдали территорию и согласились уйти из Пенху. В ответ династия Мин разрешила голландцам организовать торговые порты на Тайване. Испания, которая видела успехи голландцев, решила также вторгнуться на остров. В 1626 году испанцы высадились на Цзулун и объявили своей территорию на западном побережье Доншу и по всему северному Тайваню. Но местный климат оказался слишком суров для иноземцев. Малярия, а также атаки местных племен заставили испанцев оставить завоеванную территорию, на которую тут же пришли предприимчивые голландцы. А если хочешь узнать, от каких еще эпидемий страдало человечество в разные годы, посмотри этот выпуск. Продолжающийся захват запада Тайваня вызвал недовольство двора Мин. Но в Пекине были более серьезные проблемы. Сама династия переживала упадок. Вместо властителей заняться островом решил изгнанный адмирал Джен Чинчжун. Он самостоятельно собрал армию и построил флот, а после выбил голландцев с Пенху. Затем добрался до Тайваня. Голландцы сдались в Чингун в 1662 году и покинули остров. С Дженом на Тайвань пришли 30 тысяч жителей материкового Китая. И доля китайского населения продолжала расти. Для того, чтобы управлять быстрым ростом Тайваня, Чингун установил эффективную систему уездов, часть из которых осталась до сих пор. К сожалению, прожил адмирал недолго. Всего год после победы. После островом правили его сын и внук. Но их бездействие привело население к нищете. В 1683 году правительство Цин вновь захватило остров и уничтожило династию Джен. После Второй опиумной войны остров начал торговлю с Западом, в Дзилун и Суао. Южные порты Гаосюн и Тайнань также были открыты. Основными товарами для экспорта были камфора, рис, чай и опиум. Несмотря на то, что Тайвань был важным торговым центром, правительство Цин практически не интересовалось им. В 1872 году экипаж потерпевшего крушение японского корабля был казнен аборигенами. Император объявил, что местные на острове не находятся под контролем его двора. После чего японские войска вторглись в Тайвань. Однако еще до окончания вторжения правительство Цин предложило компенсацию семьям погибших моряков. Это на некоторое время удовлетворило японцев. И они ушли с Тайваня. В 1894 году началась война между Японией и Китаем. Из-за Кореи китайский флот не смог противостоять современному японскому. И в 1895 году Китай подписал Синамасенский договор, по которому отдал острова Рюк-Кю, а ниже Акинава Тайвань и архипелаг Пин-Ху Японии. Сам Тайвань, однако, договор не признавал и сформировал Тайваньскую демократическую республику, объявив остров независимым государством. Но Япония довольно быстро захватила Тайбэй. Бои за остальную часть острова были куда тяжелее. Используя более третьей своей армии и современное оружие, японцы в конце концов преодолели сопротивление тайваньцев, часть из которых до сих пор сражались бамбуковыми копьями. Япония осталась на острове на следующие 50 лет. Считается, что в первые несколько месяцев после оккупации более 10 тысяч солдат и гражданских лиц были убиты. При этом именно японцы начали модернизировать остров, строя больницы, школы, дороги и железнодорожные пути для развития торговли. При этом японская власть над островом была очень жесткой. Подавлялось любое инакомыслие. В 1911 году последняя китайская династия пала. Вместо нее пришла партия Гаминьдан. Королевский Китай стал Китайской республикой, которая хоть и была заинтересована возвращением острова, отложила этот вопрос еще на три с лишним десятилетия. Только 25 октября 1945 года Япония, проигравшая во Второй мировой войне, была вынуждена уступить все заморские территории. Тайвань вновь стал китайским. Но почти сразу на материке началась гражданская война между Гаминьдан под руководством Чан Кайши и коммунистами Китая под предводительством Мао Цзэдуна. Занятый между усобицей Чан отправил управлять островом генерала Чен И. Его войска грабили тайваньские дома и магазины, отправляя все цены на материковый Китай для поддержки национальной битвы против коммунистов. Но и это не помогло. В 1949 году гражданская война в Китае закончилась. Победу одержали коммунисты во главе с Мао Цзэдуном. С поддержкой американцев глава партии Гаминьдан со своими сторонниками уехал на Тайвань, где под защитой американского флота основал собственное государство – Китайскую республику. При этом подавляющее большинство стран мира новообразованную Китайскую республику не признали, продолжая считать Тайвань территорией КНР. Правление Чана Кайши на Тайване вошло в историю как белый террор. В 50-е годы люди просто исчезали, если выступали против правительства. При этом в 50-х-60-х годах продолжались военные конфликты между Китаем и Тайванем. В 1971 году Китайская республика была исключена из ООН по прошению представителей Китайской народной республики. В 1979 году Америка вслед за другими странами объявила об официальном признании Китайской республики как части КНР. Политика Соединенных Штатов в отношении Тайваня стала регулироваться актом об отношениях с Тайванем. С одной стороны, штаты обещали военную защиту Тайваня от атак с материкового Китая, а с другой признавали Пекин как единственную столицу Китая, который включает в себя и Тайвань. Чан Кайши умер в 1975 году. Его президентские обязанности перешли к сыну Цзян Зинго. А 17 августа 1982 года Соединенные Штаты Америки обязались поддерживать с Тайванем лишние официальные связи и постепенно сокращать поставки вооружений на остров. Но это на словах. На деле Тайвань пользовался беспрецедентной поддержкой Вашингтона. При Трампе вновь активировался процесс продажи оружия Тайваню. Администрация Байдена усилила поддержку острова, в том числе стараясь добиться его включения в различные международные органы. Также США вновь начали торговые переговоры с Тайванем, замороженные еще при бараке Обаме. Официальный визит Нэнси Пелоси, третьего после президента и вице-президента лица США на Тайвань, без разрешения Пекина, является демонстрацией формальной независимости острова. Внятных объяснений поездки со стороны американцев нет. МИД Китая сообщил, что визит Пелоси расценивается как подрыв суверенитета страны, и США понесут за это ответственность. Как считаешь, что Китай будет делать в этой ситуации? Напиши свой ответ в комментарии. Не забудь поделиться темами для наших новых выпусков, поставить лайк и активировать колокольчик. С вами, как всегда, была Краткая история. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok